В Приднестровье завершается сезон сбора мёда. Мы побывали на пасеке за Слободеей, чтобы узнать, насколько хозяевы довольны работой пчёл и урожаем мёдом. Гречишное поль на окраине Слободея сейчас в цвету уже третью неделю. Но этот мёд пчеловоды качать не будут. Пчеловоды готовятся к зиме, поэтому всё, что будет добыто, останется пчёлом. Пчели – это хорошее подспорье на зиму. Так что нам не придётся на зиму кормить, потому что они наберут, доберут то, что не добрали. Пчёлы будут уже гарантированно зимовать на своём мёде. Сколько ещё примерно простоите в таком состоянии? Буквально вот как гречка наша отсветёт, нам уже здесь делать нечего. Уже везём домой, будем уже полностью их готовить к зиме. При хорошем раскладе гречка будет в цвету ещё две недели. За это время пчёлы накопят пропитание для себя даже в избытке. И этому пчеловоды радуются. А вот урожаем, который собрали в этом году, не слишком довольны. Мы недобрали 50% мёда по сравнению с прошлыми годами. Это первое. На нас повлияли погодные условия. Особенно недобора было у нас майского мёда. Именно акации. И мне приходилось переезжать из одного места на другое, ища кормовую базу для пчёл. Климат в Приднестровье позволяет делать два крупных сбора мёда в мае и в августе. Весной первым идёт акациевый мёд, но получить хороший урожай помешали холодные ночи. Макушка лета тоже была не самой удачной. По словам пчеловодов, с разнотравья и рапса результаты посредственные. Зато подсолнечник оказался продуктивнее. Правда, отцвёл он всего за неделю в два раза быстрее обычного. Неделю подцвёл, считай, что половина срока цветения. Нам приходилось обратно переезжать на другой, более поздний подсолнух. И так вот мы, получается, с подсолуха на подсолуха скакали три раза, чтобы получить какой-то результат. Ну и спасибо. Значит, за счёт вот этих перевозок мы получили, как говорится, и для пчёл на зиму, и пчела поделилась с нами пчеловодами. В этом хозяйстве сбор хотя и меньше, чем в удачные годы, но не самый бедный. Одна такая семья пчёл принесла пасечнику около 35 килограммов мёда. Поднимать цену на мёд пчеловоды пока не планируют. На рынке его достаточно. Катерина Воронченко и Дмитрий Леськович, ТСВ.